На Творе уже как-никак 2016 год. Медицина делает широкие и уверенные шаги в своей сфере, ученые практически еженедельно делают новые открытия, а способы заработка давно перешли в интернет. Практически каждый, кто играл в какие-либо онлайн игры, рано или поздно молвил фразу о том, что он хочет стать профессиональным киберспортсменом, то есть человеком, который играет в игры на профессиональном уровне и зарабатывает этим себе на жизнь. Всем доброго времени суток, меня зовут Семпро, и в этом видео я расскажу вам о том, сколько зарабатывают парни из команды Na'Vi. Готовы? Тогда поехали! Начнем, наверное, с того, что в гиперспортивных клубах спонсоры платят игрокам постоянную зарплату. Как говорит Старикс, бывший игрок команды Na'Vi и на данный момент ее основной тренер, зарплата может колебаться от 800 до 1500 долларов за месяц. Возьмем средний показатель данных цифр и у нас получится, что средняя зарплата геймера это 1150 долларов за один месяц, примерно же сколько и зарабатывают среднестатистические игроки в Na'Vi. Это на секундочку почти 14000 долларов в год. Переведя эти деньги в СНГ валюты, мы получим довольно-таки солидный заработок, а именно 350 тысяч гривен или же 915 тысяч русских рублей. Учитывая то, что спонсоры оплачивают геймерам все поездки на турниры и проживание в топовых отелях мира, то можно смело сказать, что наши земляки живут на довольно-таки широкую ногу по СНГ стандартам. Кстати, насчет турниров. Они-то являются самым прибыльным доходом для игроков и спонсоров. Уже давно проводятся турниры с призовым фондом в 250 тысяч долларов, а то и миллион. Разумеется, что это все будет грамотно поделено между первым, вторым, третьим, четвертым и пятым местами, однако попадая стабильно в топ-5 команд на разных мажор-ивентах, можно сделать неплохую такую надбавку к своей и без того немаленькой зарплате. То есть я уверенно могу сказать, что эти коллективы зарабатывают больше всего денег. По разным данным, с призовых фондов команда отдает от 15 до 25% своего выигрыша. То есть в год это еще плюс 20 тысяч долларов минимум, итого у нас уже почти 35 тысяч долларов за один год работы. Давайте еще не забывать про именные стикеры, донаты от фанатов и подарки скинов от всяких сайтов ПКС. Также есть еще и стримы. Если вас смотрят минимум 2000 зрителей, то за час стрима вы спокойно заработаете еще 100 долларов. Помимо этого, большинство киперспортсменов ведут свои платные тренировки и каналы на ютубе, которые также приносят им немало денег. В общем, давайте все подытожим. Я лично думаю, что минимум игрок Na'Vi зарабатывает от 60 тысяч долларов за год работы. Разумеется, скорее всего я не прав и эта цифра является куда больше, однако это минимум их зарплаты и в этом я уверен на все 100%. На этом ролик в принципе подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok